Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы поговорим об одноруком бандите. О детстве коренного жителя Санкт-Петербурга Александра Лабуткина известно немного. Он родился в 1910 году в семье обычного рабочего. Отец мальчика Алексей Лабуткин всю жизнь трудился на оружейном заводе «Краснознамёнец». Его общий стаж составил 42 года. Александр рос обычным ребенком, за ним не замечали ни излишней агрессии, ни отклонений в психике. Правда, особых успехов в учебе он не добился, а потому в 17 лет отправился работать к отцу на завод. Карьера Лабуткина младшего на заводе сложилась вполне удачно. Он быстро занял весьма престижную по тем временам должность пристрельщика. Свою работу молодой мастер любил и вскоре научился одинаково хорошо стрелять и с правой, и с левой руки. Лабуткин столь метко поражал мишени, что неизменно восхищал коллег, которые между собой обсуждали, мол, из пристрельщика получился бы неплохой снайпер. Жизнь Лабуткина, казалось, удалась. Он нашел любимое дело и денег вполне хватало. Но инцидент, произошедший в 1930 году, перечеркнул всю жизнь. В тот роковой день Лабуткин выкорчевывал пни на собственном земельном участке, где хотел организовать пашню. Чтобы поскорее закончить работу, он решил использовать взрывчатое вещество пероксилин. Заложив взрывчатку в нужное место, Лабуткин уже хотел отойти на безопасное расстояние, как вдруг прогремел взрыв. Молодой человек выжил, но лишился кисти правой руки, что поставило крест на его карьере пристрельщика. Лабуткин использовал взрывчатку закона, об этом говорит тот факт, что ему назначили пенсию в связи с травмой, полученной на производстве. Но сам Лабуткин отнюдь не собирался оставаться пенсионером в 20 лет. Он получил на заводе расчет и по рекомендации районного бюро в ЛКСМ устроился на Охтинский химкомбинат, где ему предложили стать парапроводчиком, специалистом по обслуживанию трубопроводов. Устроил Лабуткин и свою личную жизнь. Он встретил девушку по имени Мария, которая была младше его на три года. Вскоре они поженились и стали жить с родителями Марии, вблизи пороховых заводов на окраине Ленинграда. Семья Лабуткиных считалась по тем временам вполне зажиточной. Они держали домашнюю скотину и птицу, носили добротную кожаную обувь. Супруга Мария отнюдь не смутила, что на ее биографии было темное пятно. Девушка, несмотря на юный возраст, успела отсидеть срок за кражу. На преступление Марией толкнула страсть к роскоши и абсолютное нежелание добывать деньги законным путем. Между тем, любовь к красивой жизни роднила ее с Лабуткиным. Тот тоже стремился одеваться по последней моде и щеголял по улицам Ленинграда в стильном пиджаке и широкополой шляпе. Но по своей работе он очень скучал. Страсть к стрельбе его не оставляла. При этом стать обладателем огнестрельного оружия, особенно короткоствольного, в то время обычному человеку было очень сложно. Но Лабуткин нашел выход. Он обратился к бывшему коллеге пожилому слесарю завода, где он работал. Тот был страстным оружейником и даже устроил у себя дома небольшой цех. Все необходимое для него, от гильз и пороха до тисков, пожилой мастер тайком выносил с завода еще с дореволюционных лет. Он-то и согласился изготовить для Лабуткина оружие – револьвер системы нагана вместе с самодельными патронами. Вместо пуль в них оружейник использовал шарики от подшипников. Когда Лабуткин получил заветное оружие, то первые пару месяцев просто тренировался, вспоминая былые навыки. Стрелял по банкам в безлюдных местах. Своё первое лишение жизни Александр Лабуткин совершил днем 29 августа 1933 года в лесу. Вообще, все свои преступления маньяк совершал исключительно в светлое время суток, чтобы потом успеть на вечернюю рабочую смену. Гуляя по лесу, Лабуткин заметил грибников, рабочего завода и его жену, которые шли домой. Он хладнокровно лишил жизни супруга выстрелами в голову, после чего снял с женщины жакет, а с мужчины ботинки, выгреб из их карманов мелочь и забрал лукошки с грибами. Вечером того же дня грибы были приготовлены на ужин в семье Лабуткина. Тела он оттащил в канаву и завалил ветками, после чего спокойно отправился домой. Но уже на следующий день снова вышел на охоту, в том же лесу. На этот раз Лабуткину попались трое инженеров, мужчина и две женщины, которые маньяк также выстрелил в голову. Он похитил у них плащи, часы, ботинки и мелочи с карманов, но не заметил, что одна из потерпевших осталась жива. Когда ее вместе с двумя погибшими нашли случайные прохожие, то сразу же сообщили об этом в милицию. Стражи порядка вызвали врачей и выжившую госпитализировали. Милиционеры дежурили под дверями больницы, надеясь, что потерпевший очнется и сможет рассказать о нападении. Но несмотря на все усилия врачей, она скончалась, не приходя в сознание. После этого по Ленинграду поползли слухи. В городе говорили, что нападение – это проделки высших сил и кара для большевиков за разрушение церквей. Сыщики же терялись в мотивах загадочных преступлений. По одной из версий, целью стрелка были конкретные люди, остальных он убирал как ненужных свидетелей. Это предположение подтверждалось тем, что следующие несколько месяцев таких преступлений в Ленинграде и его окрестностях не было. Но объяснялось все совсем иначе. Лабуткин попросту затаился, когда понял, что его преступления стали резонансными. Однорукий бандит, так Лабуткина позже станут называть в Ленинграде, залег на дно до 2 декабря 1933 года, а затем снова взялся за наган. В тот день на его пути попала семейная пара крестьян, которые ехали на повозке по Колтужскому шоссе. Они возвращались в свою деревню из Ленинграда. Добычей Лабуткина стали 85 рублей, корзинка с рыбой, мука крупа и пару валенок. Все это он забрал у застреленных. Похищенные валенки он позже решил продать, а помогла Лабуткину в этом его жена Мария. К тому моменту она прекрасно знала о темных делах супруга и не пыталась ему помешать. Больше того, со временем Мария превратилась в подельницу Лабуткину. Притворяясь девушкой легкого поведения, она заманивала мужчин к однорукому бандиту. Между тем новость о лишении жизни крестьян быстро дошла до правоохранительных органов Ленинградской области. Те решили усилить патрулирование в районе Ржевка-Пороховые, где орудовал Лабуткин, и попросили поддержки у ближайших воинских частей. Преступника пытались поймать и на живца. Сыщики под видом грибников или случайных прохожих целыми днями ходили по окрестным лесам. Ради поимки Лабуткина власти Ленинграда пошли на беспрецедентный шаг. К поискам маньяка подключили репрессированных сыщиков, которых специально для этого отпустили из лагерей. Но однорукий бандит затаился вновь, а патрули активно искали его вплоть до апреля 1934 года. Затем поиски кончились. Власти Ленинграда решили, что долгая охота на загадочного преступника обходится слишком дорого. И как только правоохранительные органы ослабили свою бдительность, Лабуткин ударил вновь. 11 апреля 1934 года до руки бандит напал на рабочего в том же лесу, когда тот возвращался домой с зарплатой. К нему подошла незнакомая девушка, и они разговорились. Незнакомка намекнула рабочему, что излишнюю моралью не обременена, и предложила найти какое-нибудь подходящее место, где можно уединиться и хорошо провести время. Уговаривать мужчину долго не пришлось, и он пошел за девушкой, которая оказалась жена маньяка Лабуткина. Мария привела рабочего прямиком к своему мужу, и тот не колеблясь застрелил его из нагана. Рабочий даже не успел ничего понять. После этого преступления в доме Лабуткиных появился набор инструментов, запчасти к дверным замкам, 150 рублей и две золотые коронки. Супруги сообщники не погнушались забрать даже их. В этом же районе снова возобновили усиленное патрулирование, но Лабуткин прознал об этом и вновь залег на дно. Его поиски опять оказались напрасными, но милиционеры все же получили небольшую зацепку. По следам Марии на месте преступления они поняли, что ему помогает подельница. Свою охоту однорукий бандит прекратил вплоть до ноября 34-го, а потом снова решил действовать, но уже в другом лесу. Блуждая там в поисках, Лабуткин заметил дворника, который сделал ловлю птиц своим хобби. Его участь была предрешена, маньяк пустил птицелову пулю в затылок и забрал у погибшего сапоги, деньги и пойманных птиц. Последние поселились в доме у семьи Лабуткиных, чему очень обрадовалась теща маньяка. К тому времени она уже знала о странном ремесле своего зятя, но отнеслась к нему вполне спокойно. Между тем, сыщики, идущие по следам преступника, раз за разом оказывались в тупике. Он почти не оставлял зацепок, а свидетелей его преступлений просто не оставалось. Кроме того, следователи ошибочно считали, что ищут разбойника, который действует ради наживы. Лабуткин же был маньяком, но своеобразным. Вообще, что подтолкнуло его взяться за наган и начать лишать жизни, так и осталось загадкой. По одной версии, Лабуткин мог помешаться рассудкам после того, как стал калекой. Неприятие своего физического недостатка вылилось в агрессию к окружающим. По другой, подтолкнуть однорукого бандита на преступный путь могла его жена Мария. Ей все время не хватало денег и наругала мужа за его заработок, который не покрывал ее запросы. Но эта версия едва ли правдоподобна. Слишком скромно и раз за разом оказывалась добыча Лабуткина. Есть еще один важный момент. Как правило, разбойники стараются не лишать жизни кого-либо без острой нужды, ведь каждая такая история сильно прибавляет им срок в случае поимки. А Лабуткин не щадил никого и даже не пытался. Раз преступления не приносили ему большой выгоды, значит однорукий бандит действовал не из скорости, его мотивы были иными. Не похож он также на типичного маньяка. Все, кто попадался Лабуткину, были лишены жизни одним выстрелом в голову. Поэтому однорукого бандита принято считать маньяком, мотивы которого таки остались неизвестными. Прежде чем Лабуткин попал в руки правосудия, он успел лишить жизни еще четверых человек. 11 января 35 года уже в новом лесу под Ленинградом он лишил жизни семейную пару – мужа инженера и жену диспетчера. Валенки, деньги и ломбардные квитанции маньяк забрал, а тела погибших спрятал в канаве. Вскоре прошел сильный снегопад и пару занесло снегом. Обнаружили их лишь весной. Месяц спустя Лабуткин лишил жизни мужчину в лесу, а 18 марта однорукий бандит вышел на очередную лесную охоту, не подозревая, что она станет для него последней. Он присмотрел влюбленную пару – официант ресторана одной из ленинградских гостиниц прогуливался под руку со своей подругой. Лабуткин подкрался к ним и произвел два выстрела. Для молодого человека выстрел оказался несовместимым с жизнью, а девушка отпрянула в сторону и пуля лишь задела ее по касательной. Свой промах Лабуткин осознал лишь снимаясь потерпевшее украшение. Правда, вместо того, чтобы добить девушку, однорукий бандит надругался и назначил свидание на следующий день, после чего отпустил. А дальше версии расходятся. По одной из них потерпевшая сама обратилась в милицию, по другой она всерьез стала советоваться с подругой не пойти ли ей на свидание к однорукому бандиту, мол тот покорил ее сердце своей красотой. Подруга внимательно выслушала девушку, а потом кинулась к сыщикам. Вычислить стрелка без кисти права руки милиционерам труда не составило. Во время обыска в доме Лабуткиных сыщики нашли вещи с мест преступлений – ботинки, валенки, штаны, шапки, шубы. Все это супруги-подельники сделали частью своего гардероба. А меховой воротник с жакета одной из женщин Мария Лабуткина пришила на пальто их общего с Александром ребенка. При обыске у Лабуткиных нашли три ружья, но сыщики понимали, что им нужно совсем другое оружие – кустарный револьвер. Но даже перевернув все вверх, но Многана не так и не обнаружили. Сам Лабуткин, прекрасно понимая, что ему светит расстрел, молчал как партизан. Но тут внимание одного из милиционеров привлек стоявший в комнате радиоприемник. Оперативник доверился своей интуиции, раскрутил устройство и нашел аккуратно спрятанные там револьвер и патроны. Перед судом особого совещания при НКВД СССР предстал не только сам однорукий бандит, но и его жена Мария, теща, слесарь, который изготовил револьвер и даже сосед Лабуткиных. Тот, как выяснилось, знал обо всех преступлениях, но тоже молчал. Сообщники маньяка получили сроки от 5 до 20 лет лагерей, а Марию Лабуткину, ко всему прочему, лишили родительских прав. Самого же преступника по приговору суда постигла та же участь, что и всех его 12 жертв. В 1935 году жизнь однорукого бандита прервала меткая пуля палача. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!